друзья привет меня зовут пётр баталов и сегодня не самый радужный повод для записывания этого видео вчера все мои счета все мои карты арестовали а моим близким угрожают физической расправой в этом видео я попытаюсь подробно изложить что же случилось и как мне теперь со всем этим быть вчера я с девушкой ехал на машине и заехал на заправку купить бензин на кассе я обнаружил что у меня больше нет такой возможности поскольку моя карта была заблокирована мой счет был заблокирован я попросил девушку оплатить за меня но она тоже не смогла этого сделать поскольку ее карта тоже была заблокирована мне повезло что у меня в кармане было несколько тысяч рублей я смог оплатить покупку и попытаться пойти в машину сесть разобраться успокоить девушку которая начала плакать у нее ей нарисовали неоплаченный кредит в сорок одну тысячу рублей при том что не я не она никогда не брали никаких кредитов мне нарисовали сейчас возьму телефон чтобы не ошибиться открываю сбербанк онлайн секунду не нарисовали долг в 256 тысяч рублей за неоплату жкх как я уже позже сегодня начал разбираться якобы какие-то прошлые мифические владельцы квартиры не платили внезапно это все вылезла именно сейчас вот так вот бывает вот если мы посмотрим сбербанк онлайн внимательнее то на самом деле списали не все деньги и все мои накопления мне оставили 39 рублей так что я еще легко отделался во время пандемии у меня есть какой-то запас вот все в машину я начал успокаивать девушку которая просто ревела на на трыск вот я и пообещал что во всем разберусь что я решил отвезти ее к ее маме чтобы она успокоилась чтобы она не думала об этом я правда сам тоже немножко так эмоционально подсел никогда не был в такой ситуации и как мешком по голове вот я принял решение отвезти ее к маме как-то успокоил мы доехали я ее там оставил сказал чтобы не переживала что все будет нормально поехал домой приехал и увидел на двери записку на которой было написано нацарапано карандашом не надо так сказать что я охренел это ничего не сказать вот я сорвал эту записку зашел домой постарался повторно успокоиться и как-то прийти в себя разобраться во всей этой ситуации более детально посоветоваться с друзьями чё вообще делать и буквально через пять минут как я сел за компьютер мне позвонила девушка снова блять все в слезах просто просто ревящая над рыск ей скинули вот сад сообщения с каким-то голосом роботизированным о том что с угрозами я сейчас выведу поставлю можете послушать на репите вот и девушка просто очень сильно еще больше запереживала становите антигосударственную деятельность в противном случае ваши потери будут не только финансовыми остановите антигосударственную деятельность в противном случае ваши потери будут не только финансовыми остановите антигосударственную деятельность в противном случае ваши потери будут не только финансовыми поняв что кто-то мониторит кто-то пасет меня. Я просто наспех схватил рюкзак, запихал какие-то вещи, по-быстрому собрался, выбежал из квартиры. Это очень неприятное ощущение, понимание того, что кто-то за тобой следит, мониторит, угрожает твоим близким. И это крайне неприятное ощущение. Я все схватил, выбежал, прыгнул в тачку. Проехал какое-то время, вообще не понимая, куда я еду. Отъехал немножко, остановился. Повторно попытался успокоиться, это было сложно. Я позвонил своему другу, описал ему вкратце ситуацию. Сейчас я нахожусь у него, я переночевал у него. Сегодня я позвонил, решил узнать, что же там за такие, за что арест, понять вообще, что происходит. Мне вот начали рассказывать, что какой-то мифический прошлый владелец не платил. Это вот все вылезло сейчас. Никто, ничего, нигде, ни в мостуслугах, ни в госуслугах. Все квитанции я всегда платил, все чисто. Но тут внезапно оказалось, что в какие-то волосатые года кто-то не платил. Не я, а кто-то там, какая-то женщина, бывшая, прибывшая владельца квартиры. И теперь я должен все это оплачивать. Удивительно, что это все совпало в одночасье. То есть арест мой и арест девушки произошел одновременно, что наводит на самые скверные мысли. Вот. Ну, сказать, что я... Я сегодня очень плохо спал практически. Ну, я не знаю, спал ли вообще в принципе. Вот. Я пришел к выводу, что необходимо записать вот такое видео, потому что я не знаю. Я не знаю, что будет, когда я вернусь к себе домой. Не подождают ли меня там определенные бравые ребята. У меня к таким людям всего один вопрос. Вы что творите вообще? Вы с кем боретесь? Я никогда не пиарился и никогда не хвалился, не хвастался, не афишировал. Но проект все нормально. Он исключительно некоммерческий. Все деньги, которые я получаю с монетизации, с этих редких реклам, я все отдаю на благотворительность. У меня есть две месячные подписки на фонды «Плюс помощь детям» и фонд «Подари жизнь» по 15 тысяч рублей. Любой желающий может зайти на сайты фондов и проверить эту информацию. И это не составит труда. Молодцы! С кем вы боретесь? От кого вы защищаете Россию? И теперь детишки недополучат деньги? Молодцы! Помимо этого, каждые выходные я периодически езжу и помогаю малоимущим. Во время карантина я ездил по старикам, привозил у кого нет возможности, у кого там нет родственников, близких. Я привозил лекарства, еду. Это тоже элементарно проверить эту информацию. Вот с пакетиком за свои деньги, за свои, мать его, деньги. Потому что я убежден, что нужно быть лучше их. Только бла-бла, это только бла-бла. Нужно показывать, доказывать, что ты лучше их. Что ты можешь приносить реальную пользу людям. Я всегда мечтал это делать. И я с успехом это делаю. Делал. Молодцы! И вполне логично. Сейчас было бы попросить донатов. Но я не буду этого делать, потому что у меня есть друзья. Ребята, оставьте денежки себе и купите своей маме, своим девушкам, женам что-то приятное. Порадуйте их. Я хочу вас попросить об одном. В данный момент мне уражает настоящая угроза. Извините за тавтологию. И моя жизнь, она в ваших руках. Пожалуйста, напишите всем блогерам, кого только знаете, что у Петра Баталова проблема. Что ему нужно помнить, что только Глазка спасет его. Зарепостите это видео к себе в ВК, к себе в другие социальные сети. Если это видео станет последним на этом канале, то обязательно боритесь за свободу и все будет хорошо. Зарепостите это видео.